Ребят, я сейчас вспомнила, что хотела с вами кое-что обсудить, и вчера не успела записать сториз. По поводу эвакуации из кинотеатра «Октябрь», которая случилась в понедельник на премьере, где я была. Пожалуйста, послушайте, потому что всегда кажется, что «Ой, со мной этого не случится», но от вас не убудет, если вы просто пару минут уделите мне. Начну с того, что это действительно страшно. То есть, когда ты сидишь, смотришь кино, и тут резкая эвакуация, и ты понимаешь, какие события были не так давно, но это прям очень-очень сильно подбрасывает адреналин в крови. Но как бы эвакуация началась, все начали более-менее нормально выходить из зала, залов было много. Но что я заметила, очень многие снимали видео. То есть, именно в процессе, пока выходили, покидали здание, снимали видео, как они это делают. И этого делать вообще нельзя, ни в коем случае. Для меня было удивлением, что такое большое количество людей, во-первых, действительно, ну так вот несерьезно к этому отнеслись, во-вторых, посчитали, что запостить эвакуацию важнее, чем эвакуироваться. Ну как бы, алло, ну никому не понадобится твой ролик на телефоне, если ты не сможешь вовремя покинуть здание. Его никто не посмотрит даже, для кого ты это снимаешь. Все вот эти процессы съемок, они отнимают время. То есть, пока вы крутитесь по сторонам, что-то снимаете, пока там, не знаю, у вас падает телефон, вы его садитесь, чтобы поднять, опять сзади себя вы задерживаете толпу. Короче, я не хочу быть, типа, моралистом или ОБЖшником, но это реально очень важно. И вот когда я сама попала в ситуацию эвакуации из кинотеатра, я поняла, насколько жизнь вообще человека зависит от того, как себя ведут те, кто идут первые. Конечно, там я сидела у входа, точнее у выхода, и те, кто первый выходил, у них не было, ну так скажем, особо время паниковать, потому что выйти можно достаточно быстро. Но представьте, как вообще тяжело вот в такие моменты видеть, как первые, кто выходит, снимают видосики, что-то там делают, пока ты стоишь сзади и не можешь сквозь всю толпу выбежать ко входу. То есть, тебе действительно нужно дождаться, пока выйдут все, чтобы покинуть зал. И это, конечно, создает очень-очень большое напряжение. Ой, короче, как мамка вас всех отчитала, но берегите себя и других тоже берегите. Так, по-братски мне кто-нибудь объясните, что с инстаграмом? Он опять умер, что ли, лег, как это иногда бывает, или в чем фишка? У меня у последнего поста охват, как будто я его просто друзьям показала, и больше его никто не смотрит. Я так гордилась этим луком и постом, я была уверена, что просто бах, что-то какой-то получился.